ВОЛЬКСВАГЕН ВОЛЬКСВАГЕНОВСКИЕ СЕДАНЫ Поворотники мигрировали с крыльев на боковые зеркала, а выхлопная труба теперь не прячется под машиной. В общем, автомобиль стал производить более солидное впечатление. Основные конкуренты прежние – Hyundai Solaris и Rio Renault Logan. Лаконичный интерьер изменился не так заметно, как внешность. Отличия здесь смогут найти разве что владельцы дорестайлинговых версий. Самое главное новшество – приплюснутый снизу руль. Такие обычно устанавливаются на спортивные автомобили. Чуть поменялся шрифт на приборных шкалах. Неплохо смотрятся и декоративные накладки под матовый алюминий, что на центральной консоли. Заметно шире стал список опций. А в конце года модель начнут оснащать биксеноновыми фарами. Также появятся новые более мощные моторы. А пока под капотом все тот же – 105-сильный бензиновый атмосферный двигатель рабочим объемом 1,6 литра. Он наделяет автомобиль средненькой динамикой. Ускоряется уверенно, но без огонька чувствуется, что силенок здесь впритык. Самое же главное нарекание вызывает высокий уровень моторного шума. Особенно громкие оратории раздаются при разгоне в пол. А вот шестиступенчатая автоматическая трансмиссия оставила весьма приятное впечатление. Передачи она меняет быстро и своевременно. О том, чтобы воспользоваться ручным режимом переключений, даже мысли не возникает. Отточенная управляемость – вот чем берет поло. Автомобиль беспрекословно слушается руля и крепко стоит в поворотах. Чувствуется порода. Впрочем, все это было и прежде. Но после модернизации появилось еще одно немаловажное достоинство – увеличенный дорожный просвет. Прибавка в полтора сантиметра сделала седан гораздо лучше подготовленным к российским условиям эксплуатации. Кроме того, подвеска стала эффективнее справляться с разбитым асфальтом. На ямах теперь трясет заметно меньше. Для доступного автомобиля такую черту характера трудно недооценить. Модернизация явно пошла поло на пользу. Но с более мощным мотором он произвел бы более приятное впечатление. Продолжение следует...